Ха-и Кришна, Ха-и Кришна, 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 Ха-и Ха-и, Ха-и Рама, Ха-и Рама, Рама, Ха-и Ха-и. Пока человек не контролирует свои чувства, он не сможет связаться с Верховным Господом, с Кришной. Пока чувства требуют наслаждения, человек не может воспринять красоту, привлекательность Кришны. Обычно люди тут гоняются за пятью объектами чувств. За шабдой, гупой, спаршей, ганхой. Наши чувства не хотят наслаждаться этим красивыми объектами, звуком, вкусом, прикосновением. Пока есть желание наслаждаться этой Панчатан-Матре, не может человек войти в Духовный мир. Мы наслаждаемся чувствами в этом мире. Все мы тут под контролем Майя. И пока мы находимся под влиянием Майя, мы не можем оставить эти наслаждения. И среди всех этих наслаждений, язык, ну, наслаждения языка, они наиболее трудно. Трудно их подчинить, необузданные. Из-за языка мы стремляемся к разным другим наслаждениям. Мы наслаждаем другие чувства. Прежде всего старается язык наслаждаться разной изысканной пищей. Он наполняет желудок. Когда желудок удовлетворен, что нам надо больше спать. И мы больше спим. В итоге мы больше стремимся к сексу. Все это только из-за языка. Вот какие-то блюда мне нравятся очень, да? Я стремлюсь к ним. И мне хочется больше и больше. Много мне хочется. Но все это нам не нужно. Бактисидан Сарасвадь такое говорит. Все, чтобы не ели вы вот эти всякие ваши изыски, это просто земля. Неважно, это может быть вкусным, может быть невкусным. В итоге все это будет землей. Зачем вы столько земли съедаете? Кто-то говорит, да нет, это ж рассагуло. Это так круто. Или мороженое, или еще что-то. Мне нужно пять рассагу. Но итогом будет земля. Вот Гурдев, он делится. Он говорит, что отец, все дядья, братья отца, все они были вегетарианцами. Но один среди них был другим. Он не был вегетарианцем. Гурдев говорит, что он общался с ним. Столько там всего было. Он рассказывает эту историю. Но что в итоге? В итоге только земля. Ради чего вообще все эти наслаждения? Просто ради небольшого участка языка. На самом деле всего три дюйма языка они чувствуют этот вкус. Вот как дальше пища, она проходит внутрь, уже без разницы. Все будет одинаково. Но люди так гоняются за этими наслаждениями языка. И в итоге у них возбуждаются гениталии. Вот такова ситуация. Гурдев говорит, что отец у него был всегда очень внимательным. Никогда он не позволял какие-то роскошные блюда. Что уж говорить про какие-то невегетарианские вещи. Ясно говорится. Если кто-то гоняется за вкусной пищей, то есть рыскает повсюду в поисках этой вкусной пищи. То что? В итоге его гениталии, они будут бесконтрольными. Будет наполняться желудок, и гениталии не будут контролироваться. И что в итоге? Кришна нахипая. Если чувства человека бесконтрольны, никогда не обретет человек Кришну. Какой метод йоги? Йог, он контролирует чувства. Иначе нет никакого смысла в йоге. Прасад – это не только гриппа. Если за всем блаженством мы можем принять пищу, вот это прасад. С полным удовлетворением, если мы можем принять пищу. Ну, или по-другому. Если пища предложена Господу Кришне, Джаганадхи – это прасад, это маха-прасад. И другое значение слова прасад – это милость. Тот, кто регулярно принимает прасад, его чувства становятся подконтрольными. Они управляются. Грагринда с вами сказал однажды, мы не можем принять это. Он сказал про, ну, его приглашали принять изысканное угощение. Но он говорил, это приготовлено людьми, которые имели другое сознание. Они имели желание продать или заработать деньги. Нельзя это предложить Кришне. Это не прасад. Даже если это чистое, нам надо стараться получить маха-прасад. Получить прасад. Говорится, дживи пхели вишая сагары. Иначе это приведет нас в океан материального существования. Все наши чувства, они тащат нас кришая, к материальным наслаждениям. Дживи пхели вишая сагары, тагаматхе, джихва ати. Среди чувств, вот эта джихва, этот язык, имеет очень много жадности. Трудно его обуздать. Поэтому надо быть очень осторожными. Значит, что? Брахманда Брама. Мы будем скитаться повсюду. Здесь, в этих вселенных. В поисках наслаждения. Если человек не контролирует свою пищу, несомненно, он не сможет сознавать Кришну. Стать сознающим Кришну. Потому что он думает. Он думает постоянно, что сегодня я буду есть. Чем я займусь? Какими наслаждениями я займусь сегодня? Мы сможем обрести очень много блага, когда достигнем лотосных стоп Кришны. Лотосные стопы Кришны – это калпава рикша. Это древо, исполняющее желание. И они дают нам парипурно расу. Полную расу. Повсюду мы ищем расу. Наши поиски, они не заканчиваются. Едем в разные места. Туда, сюда. Люди на западе едут. Таиланд, Бали, куда угодно. Почему? Потому что джива не может обрести парипурно расу. Ее нигде не получить. Кроме лотосных стоп Кришны. Вот поэтому происходит Брахманда Брамана. А люди думают, о, может быть, Швейцария – такая прекрасная страна. Ну хорошо, ты можешь родиться в Швейцарии. Может быть, ты родишься собакой. Через сколько Брахманда вы прошли? Места, о которых мы слышали, ну что-то поняли про эти места, мы стремимся туда. Мы стремимся на Сваргалоку, на Саттиалоку. Почему мы туда стремимся? Потому что там больше наслаждений. Мы хотим получить больше наслаждений. И как? Как мы туда отправимся? В этом теле мы не сможем отправиться туда. Можно как-то в этом теле отправиться на Саттиалоку? Нет. Мы там просто сгорим. Нельзя в этом грубом теле отправиться на высшие планеты. Нам нужно будет соответствующее тело. Зачем люди хотят получать тела в других местах? Хотят жить дольше. И дольше наслаждаться. Куда бы мы ни пошли, там будут вот эти чувственные наслаждения. Как нам отправиться на высшие планеты? Обычно очень просто. Мы оставляем это тело. Не нужно там уже грубое тело. И это происходит, когда мы немного очищаемся. Но человек не очистится полностью, если он просто избавится от сознания грубого тела. Но если мы придаем большое значение этому грубому телу, мы рождаемся здесь, на земных планетах. Как мы тут наслаждаемся? На самом деле вместе и грубое, и тонкое тело, они хотят наслаждаться пятью объектами чувств. Отдельно они не могут, не может одно тонкое тело или одно грубое тело наслаждаться. И эти чувства работают. Кто-то командует этими чувствами. И кто это? Это ум. И то есть грубое, тонкое тело, грубое чувство, да, и тонкое тело, они работают в соответствии с приказами ума. Как это происходит? Вот это очень вкусно, попробуй. Допустим. Или эта женщина очень красивая. Насладись ей. То есть есть это желание к чувственному наслаждению. Ну хорошо, да. Ум командует. Я обнял эту женщину. Но кто обнял? Кто я? Атма? На самом деле атма отправилась не туда, из-за влияния ума и тела. Вот так как есть этот управляющий, который управляет мной, вот этот ум, да, я не могу отправиться к водосным стопам Кришны. Но это необходимо нам. Нам надо отправиться к водосным стопам Кришны. Но теперь я нахожусь под контролем этого ума и тела. Не могу я отправиться к Кришне. Почему так получилось? Потому что я глупый. Я должен управлять ими, да, но я нахожусь под управлением ума и тела. Я бегу за этой сладкой расогулы из-за того, что ум приказывает мне, тело требует, да, биологические потребности. Атма из-за этого ничего не может сделать для себя. Она полностью под контролем. Так как я потерял управление над умом и телом, я скитаюсь тут повсюду, по разным местам. Вот дистанция свадьи такую говорит. Кто скитается? Атма. Атма, она идет не туда. Из-за ума и тела. Атма не должна ходить в эти места. Душа должна всегда оставаться у водосных стоп Кришны. Почему она скитается тут? Что она тут хочет? К чему она стремится? Райские планеты. Это как колесо обозрения. Мы не можем задержаться нигде на этом колесе. Ни наверху, да, ни внизу. Нам надо помнить, что если мы поднимаемся, несомненно, мы упадем. Твакир Махан Прабу Рашнав, он говорил про таблетку, которая вызывает падение. Но нам надо идти в такие места, откуда нельзя упасть. Это место за пределами 14 планетарных систем. И если мы поднимемся туда, никогда больше мы не вернемся в этот мир. Ят гатвана, не вартанте, тат хама парамамама. Вот это парамадхама. Джива должна стараться отправиться в эту парамадхаму. Бактестанцы асфальт так вот говорит. Как нам отправиться на эти высшие планетные системы? Если человек совершает благочестивую деятельность, он отправится туда. Но что потом? Опять я буду совершать грехи. Потому что я буду наслаждаться там. А наслаждение это грех. И в итоге я упаду снова. Упав, я опять буду совершать благочестивые поступки. И опять я поднимусь вверх. И вот эта брахманда-брамана никогда не остановится. Этот цикл рождения и смертей будет продолжаться. Говорится, брахманда-брамита-кон, бхаги-аван-джив, гуру-кришна, прасады-пай, бхагти-латы-лич. Когда мы сможем обрести милость в гуру-кришну, тогда мы получим семя бхагти. А вот почему тут говорится гуру и кришну? Почему недостаточно, допустим, только милости кришну или гуру? Кришна может не принять нас, если мы не находимся в вашем мигуру. Человек может обуздавать чувства. Но если ум стремится к чувственным объектам, он обманывает себя. Он становится притворщиком. Ну, допустим, чувство под контролем. Ну, не позволяю себе заниматься сексом, там есть что попало. Но в уме очень много всего. Митхья-чаря, тапасви, саньяси, брахмачаря, ванапрастви. Много всего, да? Но нет служения, нет сэвы. Мы в итоге под управлением мами. То есть мы контролируем эти грубые чувства. Но ум еще не очистился. И как выбраться нам из этой ситуации? Говорится, эка, матра, бхагавата, упасана. Надо служить Кришне. И вот так мы преодолеем и грубое, и тонкое тело. Это маха лока, джана лока, тапа лока, сатья лока. Брахмачаря, саньяси, не попадают на эти места, на эти высшие планеты. Но они не освобождаются от тонкого ума. И что толку? Ну и хорошо, мы попали. Что толку? Когда человек служит Бхагавану Кришне, его ум, его тело, они очищаются. И он обретет бесконечное, непрерывное блаженство. Барипурна ананда. Или нервочинна ананда. Никто не сможет создать препятствия. Никто не сможет остановить такое блаженство. И тогда с кем мы будем себя отмыслять? Я Сывака. Я слуга Кришны. Тогда никто не коснется нас. Никто не остановит наше наслаждение. Сывагаси. Чтобы я не делал служение, да? Вот это происходит и сейчас мы видим. Многие будут создавать препятствия, проблемы для меня. Но когда я совершаю Сыву Кришне, я имею отношения только с Кришной. Ни с кем больше. Не нужны мне все эти материальные отношения. Я счастлив отношениями с Кришной. Что мне даст? Ну вот, что мне дадут другие. Пусть даже близкие, да? Отец, мать, жена, муж, дети. В аксистанской асфальте такое говорит. Есть много искусственных способов избавиться от желаний. Но джива не прекратит скитаться по этим брахмандам. Процесс данный, да? Но процесс искусственный. И поэтому мы не можем прекратить эти скитания по брахмандам. Я хочу, да, у меня прям, ну прям горит, да? Это желание ума. Кто остановит? Почему у меня вот это желание скитаться повсюду? Потому что я не знаю места, куда я иду. Потому что я не понимаю, что это место, куда я иду, оно не подходит для меня. Это место не вечное. То, что тленное, как оно может дать мне счастье, наслаждение. Я иду туда только из-за глупости. К чему я иду, это не находится выше влияния времени. Ну, допустим, такая красивая женщина. Я мечтаю о ней. Я должен обладать ее. Но эта женщина находится под контролем Калы. И через некоторое время она станет уродливой. Но я бегу за ней. Да, я хочу наслаждаться ей. Но через какое-то время красота ее ушла. И что я буду искать другую женщину. Как долго вы сможете это делать? Ну, вот, допустим, как долго я смогу этим наслаждаться? В итоге все равно я стану старым. И даже красивая девушка, да, пусть обращается ко мне и говорит, ну, а что я отвечаю? Извините, не могу я исполнить ваши желания. Ну, старый, что я могу. Потому что я тоже нахожусь под контролем Калы. Что подвластно времени? Временем подвластно это тело и этот ум. Кала времени не может коснуться атмы, души. Не контролирует Кала атму. И также параматму, верховную личность Бога. Что находится во власти времени? Мои действия, наши действия, они находятся. Я, дживатма, я не нахожусь под контролем Калы. Когда дживатма найдет приближище у лотосных стоп Кришны, которые не находятся во власти Калы, она обретет полное счастье. На вечно. Не будет перерывов в этом счастье. Бхаги Аван жив. Тут говорится. Что это? Удачливая душа. И кто станет удачливым? У кого нет уже больше этого желания, Прахмана Брамана, рыскать повсюду. Ну что, все это я видел, много я уже видел. Не хочу я этого больше. Вот такой человек он, Бхаги Аван. Нет у него желания. На сантиметр я не сдвинусь отсюда, от лотосных стоп Кришны. Я буду служить. Ничего больше не хочу. Вот это Бхаги Аван. Я обрел семя Бхакти, потому что нет у меня желания уходить от лотосных стоп Кришны. Такое видение есть. И не должен я гордиться, обретя такое видение. А что будет, если я загрожусь, подумаю, о, я похоже удачливым. Что будет? Снова я начну скитаться. То есть вот это семя Бхакти Лата у меня в кармане, но я скитаюсь. И поэтому Махапрабху сказал, Малихана Каресаибиджа Агапана Шавана Киртана Джали Карая Сичана. Получив семя, надо посадить его в хорошую почву и поливать каждый день. Не так, что просто посадил и все, и будет плод. То есть я могу ничего не делать, просто молчать. Что происходит, когда мы садим семя и поливаем? Много сорняков появляется. Надо вырывать их. Иначе Бхакти Лата не сможет расти. Надо вырвать эту лапху, пуджу и протиштру. Есть еще Хакимата. Есть еще безумный слон. Он просто вырвет эту нашу Бхакти Лату. И оскорбление Вашнавы, это безумный слон, полностью уничтожит Бхакти Лату. Если мы не получим милость Гуру, тогда мы не получим семя Бхакти Латы. Гуру Крипа и Кришна Крипа, они не отличаются. Если Гуру проливает милость, Кришна, он тоже проливает милость, прольет милость. Он не будет возражать. Гуру Кришна Прасада. То, что дается в полной радости. Вот это Прасада. Вот это Ануграха. Вот это милость. А какой милость нам надо? Да мы хотим хорошую жену, деньги, работу хотим. Материальную милость мы хотим. Это не милость. Если мы молим об этом, мы получим ванчану, мы получим обман. Что нам надо? Нам нужна милость Гуру и Кришне. Не нужен нам обман. Вот тогда мы обретем Бхакти. И тогда потечет настоящая милость. Мы обретем вот это. Это Бхакти. Это Бхакти Лату. Получив семя Бхакти, я начну служить Кришне. И это будет моя единственная деятельность. Ничего не надо больше. Только Сева. Семя, полученное по милости Гуру и Кришне, это семя Сева, служения. И при этом надо быть очень внимательными. Не надо допустить, чтобы попало также семя карма и гьяна в рикши. То есть эти деревья гьяна и карма могут тоже хорошо расти в нашем сердце и стать большими. Но это не нужно нам. Нам нужна только Бхакти Лата Бхиджа. Семя, благодаря которому у нас появится возможность служить Бхагавану Кришне. Вот кто получает эти семена гьяны в рикши и карму в рикши? Те, кто не имеет Садгуру. Те, кто обратились к Садгуру, никогда не получат семя гьяны и кармы. Садгуру дает только семя бхакти, что человек получит благодаря карме в рикши. Будет все хорошо у него, чувственное наслаждение. А благодаря гьяна в рикши он будет очень отреченный в начале. Но все равно будет вот это желание к собственному благополучию, счастью. Оба вида плодов не приведут нас к Кришне. Они уводят нас от Кришны. Там есть какая-то майя. Поэтому очень важно Гуру Кришна, Прасады Пая, Бхакти Лата Бхиджу. По милости Садгуру и Кришны. Человек обретет видение семени Бхакти. Итак, нам надо принять Садгуру, чтобы совершать предное служение водостным стопам Кришны. Если мы не примем истинного Гуру, наше желание к собственному счастью никогда не уйдет. А пока не уйдет это желание к собственному счастью, мы не сможем служить Кришне. То есть не сможем мы действовать ради Его удовольствия, ради Его счастья. Почему сказано Кришна и Баджаса и Бадача Ту? То есть говорится, что тот, кто совершает Кришна Баджан, очень разумен. Почему он такой разумен? Мы сейчас сами, своими силами, пытаемся обрести счастье. При том, счастье, которое не вечно. И в итоге мы страдаем. Но тот, кто совершает Кришна Баджан, вот он разумен. Потому что он знает, что совершая Кришна Баджан, что делая Кришну счастливым, его счастье никуда не уйдет. Что будет? Ананда-хиананда. Вечное, бесконечное счастье будет у него. Как это происходит? Кришна обретает счастье. И это счастье отражается в моем сердце, во мне. Зачем скитаться по этим брахмандам? Что еще нам надо? Если он будет счастлив, все будут счастливы. Мы будем счастливы. Бхагрия Ван Джив. Гуру Кришна Прасады Паре. Все это важные вещи. Этот человек, он удачлив. Тот, кто принял садгуру, по милости гуру, получает милость Кришны. И он занимается Кришна Севой. И его скитания по вселенным кончились. Не будет больше вот этого колеса, этого колеса обозрения. Я утвердил солодостных стоп Кришны. Нет нужды мне больше скитаться. Если человек стремится к карме, к гьяне, он обретает собственное счастье. Но он не получает счастья от служения Кришне. И все это неудачники. Их гуру, они неправильные. Карме гуру, гьяне гуру, они не покажут нам, как обрести истинное счастье. Как ощутить нектар. Это из лекции Шиши Мат, Читания Чанды, Даса Гуру Дева, 18.07.2020.